Привет, я Галина Егина, официальный визажист Арифлейн. Вы знаете меня как эксперта в макияже, но сейчас я хотела бы с вами поговорить о волосах. Я получаю множество комплиментов про красоту волос и сейчас хотела бы с вами поделиться секретами ухода. Они достаточно просты, но не очевидны, поэтому давайте начинать. Я сейчас помыла волосы своей любимой серией, это HairX для тонких волос, шампунь и кондиционер, которые не утяжеляют волосы, но при этом придают здоровый блеск и хороший объем на протяжении всего дня. Для того, чтобы не повреждать структуру волос, обязательно пользуйтесь хлопковым полотенцем. Если же у вас его под рукой нет, воспользуйтесь обычной футболкой. Я беру волосы и просто промакиваю, убираю лишнюю влагу, но при этом у меня сохраняется напитанность волос и естественный блеск. Чтобы высушить волосы, но при этом еще добавить объема и сделать это естественным путем без использования фена, я пользуюсь вот таким вот приемом. Опрокидываю голову и немного руками разбиваю, просушиваю волосы со всех сторон. Для того, чтобы кончики не пушились и волосы были блестящими и напитанными, я использую масло Элео. Но если вдруг у меня его не окажется под рукой, всегда в косметичке найдется крем для рук. Это супер вариант именно для кончиков. Я немного совсем набираю на руку, растираю в ладошках и прочесываю волосы пальчиками. Смотрите, волосы получились блестящими, совсем не пушатся, более гладкие, поэтому это идеальный вариант, если вдруг вы дома забыли масла или у вас его под рукой нет. Еще один очень интересный совет, если вдруг у вас под рукой нет плойки, а вы хотите сделать красивые волны, воспользуйтесь обычным ремнем от халата. Делим его пополам, накладываем на волосы, на серединку, на макушку. Обязательно крепим ее заколочками, чтобы она у нас никуда не делась, и начинаем прокручивать. Беру прядь у лица, прокручиваю, беру еще немного, соединяю и опять прокручиваю. Далее еще немного добавляю, и еще прокручиваю, и так делаем до конца. Прокручиваю до конца, и обязательно в конце у вас должна быть резиночка, чтобы волосы закрепить. Просто сверху закрепляем, и дальше делаю обычный рогалик, чтобы мне эта косичка не мешала. Также накручиваю и закрепляю обычной шпилькой. То же самое дело со второй стороной. Оставляю на 5-8 часов и ложусь либо спать, либо просто ожидаю, пока пройдет это время. Если же у вас времени нет, вы можете воспользоваться феном, но для этого обязательно нужно было оставить немного влажные волосы. Ну что, отпускаем? Если мы накручиваем локоны на ремень, то ни в коем случае не пользуемся расческой, потому что она сломает наши локоны, их разобьет, волосы распушатся и будут выглядеть менее аккуратными. Наши пальчики – это лучшая расческа. Аккуратненько разделяем локоны от самых корней и уходим вниз. Чтобы волосы классно переливались на солнышке или красиво и ухоженно смотрелись в кадре, я использую вот такой вот спрей-блеск для волос. Распыляю его издалека. Совсем немного. И, конечно же, заключительный этап – это мой самый любимый вкусный аромат. Я его брызгаю не на волосы, а захожу в его облако. Брызгаю наверх и опрокидываю. Ну что, вот я с вами поделилась секретами ухода за волосами. Не забудьте подписаться на аккаунт Арифлейм и до скорых встреч!